Компания Ripple подтверждает, что анонсы CBDC уже скоро появятся. И одна из ведущих в мире блокчейн-компаний Ripple является глобальным поставщиком платежей. И ее платежные решения получили широкое распространение за границей. И поэтому уже скоро Ripple объявит о новых партнерствах по CBDC. Также сегодня мы с вами поговорим о партнерах Ripple, которые облегчат трансграничные денежные переводы из Канады в Мексику в рамках нового партнерства. И также поговорим о суде на текущий момент времени, что известно и к чему стоит готовиться. Также разберем XRP, разберем графики и разберем крупные и мелкие таймфреймы. Что касается рынка криптовалют в целом, то сам рынок криптовалют демонстрирует такой флет. Это флетовое движение длится довольно-таки уже длительное время. Но некоторые монеты уже все-таки решили опередить тот самый биткоин или другие все-таки проекты. И например, если мы будем смотреть по биткоину, то биткоин у нас сейчас тестирует то дно, которое он в принципе наметил в рамках зоны поддержки. Это на 27 июня была отметка 800 600 долларов. Именно это стоит считать зоной поддержки. Она видна на недельном таймфрейме. И если здесь на недельном таймфрейме мы закроемся ниже, то это довольно-таки медвежий сигнал. И сигнал к тому, что биткоин последует в район 14 тысяч долларов. Это нам показывает график, его история, в принципе его ликвидность и то, как в принципе биткоин вел себя с 2019 по 2020 год. Поэтому здесь нам стоит приготовиться к тому, что возможно еще падение. Это падение скорее уже будет последним. Впоследствии будет консолидация и конечно же рост. Если мы говорим про XRP, а до этого мы говорили про биткоин в рамках того, что XRP пойдет конечно же за биткоином, как и весь рынок криптовалют. То по XRP то же самое. У нас сейчас имеется ретест дна. Ретест тех значений, которые у нас были достигнуты в июне. И пока что монета XRP, как и биткоин, в принципе ожидает дальнейшие шаги маркетмейкера. Если будет какой-то паник сейл биткоина и так далее, то альты тоже будут падать. Их тоже будут продавать. И давление продавцов конечно же будет немерено. И оно конечно же скажется на XRP. В таком случае конечно же XRP может упасть еще ниже. Зоны, куда он может упасть. И вообще стоит ли нам к этому готовиться и этого ждать. Вы узнаете после небольшой рекламной паузы. Ну а спонсор данного видеоролика, прибыльный и надежный проект для получения высокого дохода от инвестиций. Это Amalex.io. По данным проектам работает команда, состоящая из высококлассных трейдеров. С высоким показателем доходности и хорошим риск менеджментом. Многие знакомые лично удостоверились в качестве и высокой эффективности данных ребят. Получая хорошие же месячные прибыли от инвестиций в данный проект. Можно много говорить об эффективности работы данных трейдеров, но лучше лично удостовериться в качестве их работы. Начиная с минимальной суммы инвестиций, дабы лично удостоверились высокой прибыли от данного проекта. Поэтому ссылка на проект в описании под роликом. Что касается XRP, то здесь у нас структура рынка все еще понятна. Не стоит переживать. И также стоит отметить, что мы еще можем просесть в район 28 центов. То есть, по сути, на 4-часовом таймфрейме у нас это последняя отметка, куда мы можем упасть в рамках коррекции, если биткоин, конечно же, упадет ниже. Поэтому здесь переживать не стоит. То есть, на, конечно же, таком мелком таймфрейме мы можем сказать, что это не критично. А вот если, конечно, мы пробьем 28 центов и уйдем ниже, то нужно будет уже задуматься, куда же XRP может последовать. Но я считаю, что вот после такого падения должна быть и обязана быть хорошая коррекция. И также об этом говорит накопление. Накопление, напомню вам, по XRP у нас идет с мая месяца. То есть, по сути, раз, два, три, четыре месяца у нас накопление. И зачастую, не забывайте, что рынки криптовалют, они, как и другие фондовые рынки, они растут примерно октябрь-ноябрь месяц. В ноябрь месяц у нас зачастую месяц роста. И зачастую до половины декабря может идти рост. И в соответствии с этим можно сказать, что действительно у нас еще есть шансы на рост. И не стоит, конечно же, здесь прибегать к какому-то паник-сейлу. Если мы говорим про потенциальное там дно, то, конечно же, я допускаю, что XRP может опуститься и до 22 центов. Но это уже не критично, потому что большую степень свое падение XRP уже показал. А спуск там в район 22 центов это всего лишь минус 30% от текущих. То есть стоит отметить, что если мы берем тот хай, который был у нас в, значит, апреле 2021 года, то, соответственно, коррекция XRP в итоге ставит около 90%, что вписывается, в принципе, в ту картину, которая у нас есть по альтам. Помните, что альткоины зачастую корректируются и теряют от своей стоимости, от своего хая примерно 90-95%. И, в принципе, после этого только начинают расти. После того, как слабые руки отпускают инструмент, здесь киты этот инструмент скупают. И тот инструмент показывает рост, показывает иксы. И тому или иному инструменту проще показать иксы. Например, у XRP с 20 центов, если пропампят его на 2 доллара, то есть это практически там 1000%. И это довольно-таки легко показать. И оно скорее так и будет, нежели XRP там, естественно, там с доллара пропампить бог знает куда. То есть такого, конечно, маркетмейкер не готовил. И в рамках, конечно, медвежьего рынка в целом навряд ли кто к этому готовился. Ну, а если мы говорим про таймфреймы, которые поменьше, то мы с вами разобрали, что в принципе мы можем опуститься до 28 центов. Но это будет не критично. Если еще брать более такие таймфреймы, то здесь у нас волатильность довольно-таки очень слабая. Сам XRP ходит там район 32 цента до 34 центов. То есть ничего такого не происходит. И нужно отметить, что у нас происходит сползание цены. Происходит оно с июля месяца. Поэтому здесь ничего такого сверхъестественного нет. И каких-то супертрейдов, сетапов здесь не приходится рассматривать. Если мы говорим про, естественно, то, что у нас по Ripple, то стоит отметить, что Ripple есть. У него несколько пилотных проектов для CBDC. И, значит, включая королевское валютное управление Бутана и республики Палау. И Ripple уже скоро объявит об этом. И он добавил, что основная цель Ripple X, то есть здесь не только позволить разработчикам использовать XRP, но и сотрудничать с ведущими фирмами и странами для различных инициатив, включая CBDC. И, соответственно, здесь это старший советник Ripple. Он заявил, что криптовалюта для Ripple заложена в ДНК. Наш бизнес-подразделение Ripple X сосредоточено на том, чтобы облегчить разработчикам работу с XRP Ledger, а также на партнерстве с другими участниками криптопространства, в таких случаях использования, как NFT и CBDC. Поэтому здесь, конечно же, мы видим, что несмотря на иск, несмотря на всю эту удручающую ситуацию, здесь мы видим развитие в этом направлении, в направлении CBDC. И Ripple осознают, что они помогают правительствам и Центральным банкам по всему миру. И они не могут отказаться от данной инициативы. Что касается партнера Ripple, то здесь решение Ripple.DL будет использоваться для ограниченных расчетов от Канады до Мексики. И, соответственно, здесь, используя облаченные сотрудничные СБЦО, одной из крупнейших криптовалютных платформ в Латинской Америке, они стремятся обеспечить удобные, дешевые, быстрые трансграничные переводы. Что касается суда, то здесь, соответственно, есть много справ, которые находятся в процессе рассмотрения. Стоит отметить, что были у нас исторически сложены такие события, как закрытие ходатайства. То есть, это 22 июля, 25 июля стороны ответили на ходатайство. Было много ходатайств, и в итоге здесь стоит отметить, что любые ходатайства о засекречении исключительных частей ответов на ходатайство должны быть поданы до 9 сентября 2022 года. А любой ответ на эти ходатайства о засекречении должен быть подан на 16 сентября 2022 года. То есть, по сути, здесь суд так и дальше продолжает идти, и есть прогнозы, что окружной судья Торос примет решение как по ходатайствам экспертов, так и по ходатайствам об упрощенном судопроизводстве одновременно 31 марта 2023 года или до этой даты. Поэтому здесь, конечно же, последует то, что, конечно, долго еще нужно будет ожидать, если это так, если у нас все-таки март 2023 год, то мы должны с вами будет настроиться на вот эту дату, потому что это судопроизводство, так оно и есть, и это довольно-таки долго. С другой стороны, напрашивается такой вывод, что это все будет в рамках халлинга биткоина, потому что биткоин после халлинга зачастую растет, это 2024 год, и после этого XRP просто тоже будет расти вместе с биткоином, и к тому моменту уже будет понятно, что с CBDC, что с ICO 222, что с токеном XRP, как зеленой монетой, да, и так далее. То есть будут уже понятны и внедрены многие вещи, которые запланировали в компании Ripple. Поэтому XRP это не просто токены, я считаю, что к тому моменту уже будет какой-то adoption, и это может определенно повлиять позитивно на цену XRP. Поэтому здесь я считаю, что следует, конечно, поднабраться терпения. Нужно учитывать, что сейчас практически весь рынок такой, хотя вот Luna Classic и другие щиткоины, они растут. Если мы будем смотреть там на ту же Luna Classic, то значит здесь у нас ситуация такова, что в рамках, конечно же, сжигания, в рамках того, что сейчас это очень хайповая тема, новость, мы видим, что Luna Classic пока что на 4-часовом таймфрейме достигла двойную вершину. Потенциально здесь может быть коррекция, и поэтому здесь вот кто не фиксировался, можете фиксироваться. Кто еще верит, что Luna Classic еще будет расти, можете поставить стоп, да и в принципе ничем не жертвовать. Но в любом случае покупать вот именно уже сейчас токен, я бы не осмелился. То есть это нужно делать до того, как будут те или иные анонсы по сжиганию и так далее. Ну и по крайней мере до того, пока токен не взлетел. Поэтому такие дела. Всем пока и до следующего. Проект, в котором можно заработать высокую прибыль, который не только сломанным делом доказал свою надежность, высокую прибыль от инвестиций, это amalex.io. Ссылка на проект будет в описании под роликом.